Еще 7 лет назад Алматы испытывал постоянно дефицит электроэнергии. Длительные перебои в подаче света были не редкостью. Мощности 12 подстанции, 500 мегавольт ампер критически не хватало. Сейчас в городе 29 энергораспределителей. Ввод новой станции позволит обеспечивать бесперебойным электроснабжением жилые дома и еще 15 крупных объектов. Станции метрополитена, дворец спорта и стадион, нацбанк, отели, два университета и административные здания. Проект реализован в рамках карты индустриализации Казахстана. Работает совместно с саморухозной, саморухэнерго, АЖК путем строительства этих подстанций. Мы увеличили мощности заметно, энергообеспеченность. И сегодня Алматы полностью обеспечены электроэнергией. И надо сказать, что эти подстанции из 29, последние 17 построены совершенно новые, закрытые. Стоит отметить, что за последние 6 лет в рамках программы развития и модернизации энергетического комплекса Мегаполиса реконструированы все 12 существующих. А построенные оснащены оборудованием мировых и лучших отечественных производителей. Современные технологии позволяют строить компактные и мощные станции с автоматизированной системой управления. Подстанция закрытого типа, компактная. Установленная мощность составляет 80 мегавольт ампер. Обеспечит высокую надежность, безопасность эксплуатации. В конце прошлого года была введена в эксплуатацию подстанция Бесагаш, которая замкнула энергетическое кольцо вокруг Алматы. Это самая надежная схема обеспечения энергии крупных городов. С вводом ПС и Сентай производительность нашего энергокомплекса 3,5 тысяч мегавольт. К примеру, Московское энергокольцо имеет мощность 6 тысяч мегавольт. Сеть алматинских высоковольтных линий позволит в течение 25 лет подключать новых потребителей, что особенно актуально с присоединением к мегаполису пригородных территорий. А это 27 поселков и почти 100 тысяч жителей. Продолжение следует...